Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 17 января По народному месяцу слову Зосима Пчельник В этот день христиане чтут память преподобного мученика Зосимы Киликийского, пустынника, 3-й, начала 4-го веков Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого, святого, основавшего известный монастырь Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда И хотя память Зосимы Соловецкого отмечается в другой день, однако и 17 января называется Пчельником Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и в чистом виде, и в сотах, и лакомства из него приготовленные Например, пряники или медовые ириски Однако, подходит к концу святки И нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше пакостей Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собой кочерги Во главе процессии несли горящую ветошь Люди ходили от двора ко двору и кричали «Выходи, нечистая сила!» В это время условно забивали черта Колотили, понарушку, конечно, одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и в надежде на счастье По народному поверью, в этот день нужно было зашить чертополох, обработанный особым образом, в ладонку Считалось, что это растение обладает великой силой Чертополох помогает избавиться от некоторых болезней, отгоняет злых духов и сохраняет невредимыми людей и всякую домашнюю животину Так вот, перед тем, как зашить чертополох в ладонку, делали следующее На семь дней и ночей клали это растение под подушку И никто не должен был не видеть его и не трогать На восьмую ночь, последнюю на святках, чертополох приносили к знахарке, которая обрядово варила его с воском и ладоном Вываренная овощанка и зашивалась в ладонку Вечером этого дня любопытные девицы, желая узнать будущее, выходили на двор примечать звезды Если большая медведица оказывалась справа, это означало, что святочные гадания насуженного непременно сбудутся Если же перед собой девушка видела млечный путь, это предвещало еще год жизни в ожидании жениха Также на ковш большой медведицы 17 января можно было загадывать желание Если он оказывался справа от человека, то желание, как говорят, обязательно сбывалось А слева не судьба В этот день примечали Если много снега на ветках деревьев, год будет медовым Лай лисицы предсказывал непогоду А красная вечерняя заря обещала сильный ветер Низкие облака на Зосиму обещали мороз Мудрости, здравия и доля вам в помощь, славяне Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok